Ну вот, друзья, дачное каратэ возвращается. Весной нам позаниматься не удалось. Сыра и макевара как-то у нас не получилось. Вот начало лета. Мы сделали площадочку. Вот посмотрите, какая замечательная площадочка. Есть во что побить с одной стороны, есть во что побить с другой стороны. Чтобы насыпать такую площадку, семье пришлось основательно потрудиться. Мой тесть, двое моих сыновей, два самосвала земли. Мы сюда набросали. Сзади тут видны тачки, на которых мы возили эту землю. Вот мы выровняли. Получилась такая площадка. Где мы можем позаниматься. Может быть мы здесь еще какие-то установим тренажеры для того, чтобы поддерживать себя в форме, в боевом духе. И владеть боевыми искусствами, как это положено любому русскому мужчине. Особенно в наше время это весьма полезно. Конечно, здесь кулаки не набьешь, но удары обнаженной рукой, без всяких там перчаток, позволяют контролировать состояние кисти, чтобы она не подламывалась. Когда боксер хорошо бинтует кисть, то он перестает чувствовать, где правильно он ударил, где неправильно. Поэтому работа по мешку без перчаток и позволяет избавиться от этого недостатка. Побьем немножко. Здесь важно, чтобы с обеих рук был удар одинаково мощный. Может быть, он не одинаково мощный будет, но достаточно сильный, чтобы не было тычков таких поглаживаний. Если вы бьете, то должно плечо пойти вперед обязательно. Правый, левый. Правый, левый, правый. Вы вкладываетесь туда, ударив правый, вы отводите левое плечо, чтобы выбросить его с достаточной мощностью. Для мастеров боевых искусств положено подключать еще и удары ногами. Удар ногой может быть как одиночным, но это не очень хорошая мысль просто взять и ударить ногой. Противник может подставить локоть, просто уклониться, потому что он увидит, это достаточно медленный удар. Быстро его ударить может не всякий, да и мы действуем не размявшись, не настроившись на быстрый удар. В обуви, в одежде все сковывает этот удар. Поэтому удар ногой надо закрыть. Даже если вы просто потянулись в сторону противника, он среагировал на вашу руку. Он среагировал, а вы ударили ногой. Это самая простая комбинация. Левый потянулся, левый потянулся, правый ударил. Но может быть и другой вариант, когда вы не просто потянулись, вы левый потянулись, а правый ударили. Левый, правый, а потом идет удар ногой. Повторю с микрофоном то, что говорил без микрофона. Одиночный удар, одиночный удар ногой очень медленный. И противник его видит. Но иногда не очень хорошо видит, если вы его чем-нибудь обманываете. Вы потянулись рукой, закрыли ему обзор. Даже если это не удар кулаком, а лучше удар. Он на него среагирует. А потом вы ударили. Когда он все внимание обратил на вашу руку. Тычок, удар. Но вы можете сделать двоечку. Раз-два, и уж тогда противник точно среагирует на ваши руки. Раз-два. Эти тычки могут быть довольно легкими. Раз-два. А третий уже удар ногой будет сильным. Есть еще удар передней ногой. Труднее им работать, потому что справа, конечно, нога летит помощнее. И сзади легче. Можно сменить стойку. Противник идет на вас. Меняете стойку, например. Встречаете правым. И потом левой ногой отошли. Раз-два. Не очень хорошо у нас с микрофоном. Микрофон болтается. Куда бы его пристроить? Микрофон болтается. Раз-два. Раз-два-три. Здесь у нас такой обрывчик, поэтому надо достаточно осторожно подходить. Ну, надо земли еще насыпать, наверное, пару самосвалов. Тогда площадка будет больше. И будем свободнее работать. Есть удар левый-правый. Можно начать правый-левый. И когда противник уходит особенно. Правый пугнули, левый с шагом. Раз. И не просто бросили. Тогда задняя нога у вас оторвется от земли. Вам нечем будет толкаться. Ударили правый. Сделали шаг. Левый становится задней ногой. Вот еще один вариант. Очень любят бить урмаваши. Такие ребята крутые. Особенно в кекушине. Это все так показывают. На улице это, конечно, все не работает. Почему? Как кекушин, это удары все время по корпусу. Ну, и противник все время видит, по корпусу подставляет. А если вы в голову ударите, в голову ударите, противник невольно на вашу руку среагирует. И даже если вы не достанете, или даже просто имитируете удар, имитируете, он уже будет реагировать. И тогда может пройти... Надо учесть еще, что в дачном карате опора не такая скользкая, как в спортзале, где можно провернуться на пяточки. Здесь не провернешься, и иногда камешек может попасть под ногу. Тогда будет невесело. Тогда ваша операция сорвется. Вот мы махнули, и уже начали движение с разворота. То есть мы пяточку начинаем выносить вперед. Тогда у нас будет на чем крутиться. Пяточка левой ноги пошла вперед. Левая рука и левая нога. Даже если у вас что-то не получилось, вы на подскоке можете нанести удар. Левая рука, левая нога. Удар. Но если у вас получилось, удар достаточно сильный. Гораздо сильнее, чем удар рукой. Раз. Смотрите, как раскачивается. Так не ударишь рукой, чтобы раскачать. Раз. Правой пугнули, левой пугнули. Сейчас не получилось. Правой пугнули, левой пугнули. И влепили. Раз. Два. Не получилось. Здесь, поскольку мотается мешок, у нас получаются самые разнообразные вариации. Есть еще удар-обманка. Вот все привыкли, что правая прилетает слева. А он может прилететь и справа. Тут, конечно, надо уметь руками распорядиться. И что здесь хорошо? Удар с разворота у ромаваши. Пятка летит вперед. Ничего не поломаешь. Ничего не поломаешь. А вот противнику можно поломать все, даже если он успел подставить руку. Поэтому от у ромаваши, конечно, только уходить. Уходить в сторону. Не знаю, можно ли физически сбить вниз куда-нибудь. Собьешь вниз, прилетит в корпус. Или поднырнуть, или уйти. Одно из двух. Ну, что это за штука? Такая стоящая груша. Из прочной резинки. Я не знаю, что это может быть пенополиуретан. Бочка. 200 литров воды туда закачивается. Поэтому, конечно, при ударе качается. Но не падает. Не падает. Ну, вот у меня в подвале довольно долго стояло. Я воду потом слил и вынес это все на белый свет. И можно этим работать. Только надо на зиму убирать это все. Сливать воду. И все убирать на хранение. А летом, весной, осенью просто надо накрывать. Чтобы, во-первых, поверхность не перегревалась, не расклеивалась. Во-вторых, чтобы осадки как-то проходили мимо. Поэтому пакет просто одеваем сверху. И вот такая штука. Когда доходы позволяли мне, я купил. Эту вещь. Но она стала расклеиваться от ударов. Удары руками в полную силу. Ногами. Они, конечно, повреждают даже такое прочное устройство. Вот. Поэтому немножко обматываю. Для стойкости. Может быть, это лишнее. Вот. Но здесь работа с этим тренажером вовсе не предполагает какой-то особой мощности. Здесь надо отрабатывать скорее движение. Потому что если вы идете просто на противника, противник очень правильно реагирует. И может просто выставить руку, может ногой встретить, может колено выставить. На любую вашу атаку прямолинейную найдется. Удар в голову, защита коленкой, защита локтем. Просто контратака на встречном движении. Вот вы идете прямо. Вот пусть эта штука идет на меня прямо. Она идет прямо. Я отклонился. И на встречку ударил. Как любит нокаутировать своих противников. Наш прославленный чемпион Поветкин. Если вы начинаете бить справа. И хотите уйти от противника. Вот вы встречную. Встречную. В правую. Левую. Вы ушли направо. И с правой стороны, снизу можете ударить. Если вы начинаете с левой. Отходите в левую. В левую сторону. Можете навстречу ударить. Здесь штука такая, что можно разной высоты сделать. Ну вот пока вот такой высоты. И то же самое ногой. Вы ударили правой ногой. Отступили правой. Ударили левой. Потому что уйти назад это время. Тогда надо пробивать той же рукой. Раз назад. Ударили. Раз. Но здесь противник на месте стоять не будет. Вы ударили. А если в полную силу удар раз. Пойдет удар встречка. То же самое отсюда. Раз. Еще не утопталась у нас земля. Не заросла. Ой, трудно с этой штукой. Поэтому будем без нее. Да, в данном случае я сделал урумаваш и вижу, что расстояние маленькое. Ногу подогнул. Смотрите, какой отпечаток получился. То есть я ударил не прямой ногой. А поскольку расстояние маленькое, я ее согнул. И попал так, как надо. Так вот, если вы знаете, как она складывается. Есть другой уровень, но он что-то не закрепляется у меня. Вот нужный нам уровень. Вообще-то бить в голову совершенно ни к чему. Можно ударить. Особенно если противник правую руку поднял, например, пошел бить вас. Вот, вы уклонились, закрылись, подставили плечо, руку, а ударили ему в печень. Если вы мыском ботинка это сделаете, это будут переломы ребер, если в ребра попадет, или печень перестанет работать. Вот такой удар. Мыском. Вот уровень под ребра или ниже. Тоже с правой стороны. Уходим от противника. Уходим и пробиваем сюда. Раз. Пусть даже этот удар будет не сильный. Но там достаточно, если вы в ботинке. Этот удар пробьет все, что нужно. Вернемся опять. Если вы начали с правой руки. Правой, левой, правой. Уход идет в правую сторону. Если вы начали с левой руки, раз, удар, с левой пробили. В чем смотрите? Раз, два. Смена стойки. То, что у боксеров не принято. Они заводят левое плечо и отсюда бьют свои нокаутирующие удары. В карате проще. Раз, сменил стойку и ударил левой, загасил или двоечку. Левой, внимание, загасил и пробил душераздирающий удар. Так же вы можете менять стойку. Раз, два. Раз, два. Заходить в бок. Раз, два. Идем локтем. И бьем короткий удар в челюсть, который заканчивает поединок. Ну, что тут еще? Что тут еще показать? Начали с правой. С правой ход вправо. Добили. Начали с левой ход влево. Добили. Или сюда. То есть удар либо снизу, либо уж мощный сбоку с переворачиванием кулака. Раз, два. Раз, два. Акцент можно вставить в разных местах. Можно мощный удар передней рукой на скачке, правой добавить. А потом делаем серию. Или правой, левой. С ударом по корпусу. Еще раз. Левый. Левый. Отходим влево. Справый удар. Слевый. Снизу. Или сбоку. Справый удар отходим вправо. Левый. Правый, левый. Правый сбоку. В область виска или уха. Есть еще замечательная вещь. Для того, чтобы разуверить борцов, что нехорошие стойки есть. Например, если стою на одной линии. Очень легко подсечь. Но если я это знаю, я могу ногу всегда поднять. И встречно атаковать голову. Тоже в ботинках это миском. Или на подскупке. В любом случае, я эту ногу могу поднять. Но есть еще кружь движения. Вот такое. Мы стоим вроде в боевой стойке. А сами начинаем кривляться. Оба. Вот пяточку сюда выставили. Чем это хорошо? Пяточку выставили. И мы уже летим туда. Раз. Пяточку. Если он не ушел. Или пошел вперед. Например, он пошел вперед. Идем короткий удар. Не разгибая до конца. А ногу немножко снизу вверх. Хватит. Этого хватит для тяжелого удара. Вот мы заходим сюда. А можем точно так же заходить вбок. Вбок. Чтобы отсюда выстрелить. Если нам ногу не подсекут. Мы можем перенести ее. Даже когда подсекают. Раз. Бум. То есть мы идем не сюда, а на противника. А мы перешли. И ударили. Перешли. То есть свою позицию меняем. Аптю. Апа. Переходим, переходим. Чем больше мы перемещаемся, тем труднее нас ударить. Раз. Противник наступает, отошли. Противник наступает, отошли. Противник наступает, мы отошли. Может быть сразу отошли. И потом встретили. Ну конечно передний надо блокировать. И если это близкое расстояние, тогда мы ударим. Ну проще, когда вы стоите в привычной стойке. Это без перемещения. То есть перемещение передний, степ такой влево. Но можно и вот этот. Он куда как круче. Особенно когда вы отступаете, шаг, шаг. Хоп. Перешли. Или вас, например, начинают цеплять. Ага, да, еще вот. Раз, два. Вот для того, чтобы с разворота ударить, нужно переднюю ногу поставили, заднюю ногу закрутить. Вот вы стояли. Раз, бам. Или переднюю ногу увезти. Вот противник. Нанесли ему удар. Удар, удар. И срезали. Если попадает с разворота, то сворачивает челюсть напрочь. В данном случае от ицуебью. Можно в ракен, это тяжелее. А можно просто предплечьем сносить. Ну вот пока все. Дачное карате. Вас приветствую. Занимайтесь спортом, боевыми искусствами. Будьте достойными людьми. Защищайте слабых и других достойных людей. Слава России!